Здравствуйте, с вами Фименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам и коллекционер народных методов лечения. И сейчас во время Великого Поста и во время любого другого дня я хочу вам рассказать и напомнить о рецепте хорошего постного блюда, которое еще и лечебное блюдо. В свое время, в 80-х годах были очень популярны идеи австрийского натуропата Рудольфа Бройса. И вот этот суп, он так и называется, луковый суп Бройса. О нем почему-то незаслуженно забыли. Хотя Бройс достаточно таким простым рецептом добивался хороших результатов у больных раком. И было несколько тысяч излеченных, особенно на ранней стадии. Однако данный суп, он не просто полезен тем, кто болеет достаточно таким грозным заболеванием. Этот суп полезен и тем, кто худеет. Этот суп полезен и тем, кто испытывает проблемы с суставами, в частности с остеопорозом. Для женщин в Плимаксе это супер рецепт. Этот суп полезен тем, у которых ослаблен иммунитет после какого-то перенесенного заболевания. И этот суп просто полезен и есть в течение недели, хотя бы два раза в неделю. Сам Бройс рекомендовал данный суп есть каждый день, два раза в день, на обед и на ужин. Причем там есть определенные нюансы. Если вы таким образом очищаетесь и восстанавливаете свой организм после оперативного вмешательства, после ракового заболевания, то там принимается в этом супе только сам бульон. Если таким супом вы просто поддерживаете свой организм, профилактируете, лечите свои суставы, то суп можно съедать вместе со всем содержимым. Этот суп, луковый суп Бройса, это самое бюджетное лекарство, которое я знаю. Вообще в мире придумать что-то проще невозможно. Однако он очень эффективен. Вот настолько, насколько он прост, настолько он эффективен. Мы несколько почему-то забыли о нем. Волны такой ажиотации уже нет. Все почему-то уличены лечением соды или еще чем-то экзотическим. Тем не менее, вспомните про этот луковый суп. Для начала, чтобы его приготовить, нужно приготовить растительный бульон. Для этого потребуется, я взяла морковь, сельдерей, то есть корнеплоды. Вот у меня есть еще сушеный корень петрушки. Можете просто сушеные коренья взять. И вот эти корнеплоды, если они у вас сырые, вы немножко поджаривайте без масла на сухой сковороде. Получаются вот такие небольшие подпалинки. И вы отвариваете до размягчения этих корнеплодов и получаете, в общем-то, растительный бульон. Дальше эти корнеплоды выбрасываются, вам потребуется только бульон растительный. Дальше в оригинальном рецепте именно Бройса берется, в общем-то, луковица. Берется луковица размером с лимоном. Ну, вот примерно такая, одна. Все коричневые чешуйки верхние мы снимаем, оставляем одну. Хорошо промываем. Нам лук нужно будет порезать вместе с коричневыми чешуйками. Вот так вот кольцами. И поджарить на растительном масле, можно на сливочном масле. Хотя вы можете и запечь в духовке. Ну, вот в оригинальном рецепте поджаривали до золотистого состояния лука. Поджарили, все это в кастрюльку положили, лук жареный, и залили растительным бульоном. И вскипятили, все, суп готов. Можно добавить зелени, хороший пучок. Это настолько просто и настолько бюджетно, и плюс очень вкусно, так как при жарке лука у нас исчезают только летучие фитоциты, а оставляются в весь богатый минеральный состав, витаминный состав. Может быть, чуть меньше витамина С становится. Но все витамины группы В, витамины группы П, микроэлементы, макроэлементы, особенно цинк, серосодержащие элементы, то есть все остается в этом супе. И плюс, так как лук у нас имеет большое количество сахаров изначально, то вареный лук, он сластит. Вареный лук очень ценят китайцы для поддержания мужской силы. И вареный лук не обжигает слизистую ни желудка, ни, в общем-то, рта, ни кожи, и не имеет такого резкого запаха, который многим не нравится. Вообще, с луком, это древнейшая культура, тысячелетиями ее используют как в кулинарии, так и в лечении, и при простудных заболеваниях. Я напомнила еще один способ лечения именно как суставных заболеваний, так и восстановления после тяжелых болезней, так и для похудения. В общем-то, в интернете полный рецепт лукового супа Бройс вы найдете всегда. Не забывайте один момент. Если задумываться о наших суставах, обязательно применяйте наружные средства. Ну вот я использую вот такой крем Абис. Это у нас живица, и есть там троксирутины, троксивозины, в общем-то, вещества, которые делают вены эластичные, поэтому я чуть-чуть снаружи облегчаю кровообращение, поступление крови к суставам. Ну и сам сустав я тоже этим кремом смазываю, так как, в общем-то, он обладает обезболивающим эффектом, а особенно мне нравится такой немножко снимающий отеки эффект живицы. Живица вообще удивительное вещество, поэтому вот наружное применение крема, внутреннее применение таких полезных супов с микроэлементами, витаминами и минералами, конечно, ваши суставы скажут вам спасибо, и вы будете двигаться просто быстрее и веселее по этой жизни.